Добрый день, в студии Александр Ласкин, программа «Разговорчики в сети», в которой мы традиционно говорим о самых популярных, читаемых и обсуждаемых новостях в зарубежных средствах массовой информации, а также то, что пишут о нашей стране Республики Беларусь, тех же самых СМИ, что о нас говорят, что о нас пишут и что о нас говорят в форумных ресурсах и других социальных сетях. Начнем традиционно с того, что происходит за рубежами нашей Родины и пользуется наибольшей популярностью. Вот, например, за океаном и намного южнее, в стране Бразилии, идет большой скандал, связанный с, скажем так, настройками приватности бразильского общества. Бразильцы в настоящий момент обсуждают и активно обсуждают, кто имеет право за кем следить. Глупо, не правда ли? Хотя на самом деле все гораздо серьезнее, чем может показаться. Серьезные скандалы, связанные с информацией, которую выдал Сноуден, а также с тем, что американская компания Google может читать практически любое почтовое сообщение, высланное любым абонентам, вызвали серьезный интерес и серьезное обсуждение в бразильском обществе. Однако после этого выяснилось, что, оказывается, и сами бразильцы в приватной жизни активно используют следящие, скажем так, трекинг GPS и другие программы. В частности, в Бразилии наибольшей популярностью среди граждан, а также по сравнению со всеми другими странами мира, пользовалась программа, так называемая Boyfriend Tracker, то есть программа, позволяющая отследить, где находится ваш парень или девушка, или однополый партнер, это уже не важно, при помощи мобильного телефона. Не знаю, когда программа устанавливается и скачивается, но она позволяет в любой момент времени устанавливать местонахождение партнера, читать его смс, а также подключаться к его или ее телефонным звонкам. Огромное количество раз, несколько десятков тысяч программы это было скачано, и на волне больших скандалов о нарушении бразильской приватности силами американских спецслужб вышло, так сказать, на пик обсуждений, и вот эта вот самая программа, которая, кстати, по-португальски, которая в ходу в Бразилии называется Restraidor de Namurados. Вопрос. Естественно, в течение очень быстрого времени во всех шопах, как для Windows Phone, для Android и так для iOS для Бразилии, эта программа была удалена по требованию правительства для того, чтобы граждане не следили друг за другом. Но те, у кого эта программа уже установлена, и кто следит за своими любимыми до сих пор, они пользуются этими программами. Естественно, возникает вопрос, имеют ли право граждане делать то, что они осуждают в действиях правительства. Большинство бразильцев, которые, как известно, как все южане, очень пылкие и страстные натуры и очень ревнивые и следят за своими партнерами, считают, что можно. Правительству нельзя, а гражданам можно. В конце концов, мы следим за ними не по политическим или экономическим соображениям, а по соображениям страсти, утверждают бразильцы. С другой стороны, противники, по всей видимости, те, кто изменяют своим партнерам, считают, что этого делать нельзя даже в частной жизни, потому что в Конституции, да и вообще в международном законодательстве установлено, что каждый человек имеет право на личную жизнь, и вообще нечего туда лезть, даже если ты близкий человек, сексуальный партнер. Или тем более муж или жена. Каждый. Каждый имеет право на частную жизнь. Я думаю, что наши зрители также разойдутся в точке зрения на этот вопрос. Каждый может считать по-своему. Есть положительные, есть и отрицательные черты в том, что граждане могут следить друг за другом, и в том, что выпускаются такие программы. Впрочем, я думаю, что, по всей видимости, вот эта вот программа Boyfriend Tracker будет скоро удалена из магазинов для мобильных приложений во многих, если не во всех странах, потому что правительство справедливо будет считать, что следить за гражданами имеют право только правительство, а они, как не существует. Сексуальные партнеры, а сами граждане будут возмущаться по поводу того, что за ними могут следить родители, партнеры и так далее и тому подобное. Если продолжать, скажем так, немного сексуально ориентированную тематику, то надо сказать обязательно о том, что происходит в связи с гендерными отношениями в Индии. Вот уже достаточно большое количество времени там обсуждается не в самой Индии, а в странах вокруг нее, да и в самой Индии тоже обсуждается положение женщины. Проблема была вызвана тем, что произошло групповое изнасилование студентки медицинского факультета Джоти Синг, ее вместе с парнем заперли в автобусе и шестеро насильников не выпускали их оттуда, несколько часов парня избили, девушку долгое время насиловали. После этого в самой Индии пошла целая волна, скажем так, борьбы за гендерное равенство и против угнетения женщин, а с другой стороны пошла целая волна групповых изнасилований. То есть это, наверное, со стороны тех граждан, кто считает, что женщина является чем-то вроде недочеловека. Вот такие вот нешуточные страсти разгораются в Индии. И 31 августа, то есть уже совсем скоро, должен быть вынесен приговор, первый приговор, который будет подлежать обжалованию по поводу вот этих насильников, которые изнасиловали гражданку Синг. А в настоящее время достаточно большой популярностью стала пользоваться статья, которую написала Микаэла Гросс, студентка из университета Чикаго, которая провела на практике в Индии целый год. Я бы сказал, что эта статья не пользовалась бы такой популярностью, если бы вот неподходящий приговор по делу групповых насильников, который, как я уже говорил, будет оглашен 31 августа. Сама же Микаэла Гросс рассказывает о том, как она провела в Индии год и высказывается в подобном ключе. Мне говорят о том, что на мне красивые индийские сандалии, но должна ли я рассказывать о том, что такое эти сандалии, либо о том, как торговцы на рынке хватали меня за руку просто потому, что я женщина и пришла туда без мужчины, не отпускали меня, хватали за разные части тела. Должна ли я рассказывать о том, что покупая саре я столкнулась с тем же самым. Должна ли я рассказывать о том, как вообще в Индии относятся к женщине. В общем, вот такая вот нелегкая жизнь индийской женщины глазами американской студентки. Естественно, я думаю, что каким-то образом индийские женщины приноравливаются к этому и либо не выходят на улицу без сопровождающего, либо знают, в какие районы и на какие рынки не ходить в одиночку. Но тем не менее, я думаю, что вообще сам по себе формат жизни в том обществе, где женщина не считается вполне себе полноценным членом общества, для американки является шокирующим. Надо только сказать, что госпожа Гросс нашла достаточно удобное время для того, чтобы написать свою статью, потому что, естественно, на волне вот всех этих скандалов с групповыми изнасилованиями в Индии она не могла не пользоваться популярностью и не могла не обсуждаться активно на различных сетевых ресурсах. Впрочем, дождемся того, что же произойдет в самой Индии, каким образом власти будут бороться с тем, что происходит, с буквально-таки волной групповых изнасилований и с такой тенденцией не совсем, скажем, человеческого отношения к женщинам. В Европе уже достаточно долгое время, не такое долгое, как связано с Индией и с групповыми изнасилованиями там, но уже несколько недель длится скандал, связанный с Гибралтаром. Надо сказать, что вообще само существование Гибралтара, как английской колонии, а затем заморской территории Великобритании, длится уже ровно 300 лет. Сам по себе город-государство Гибралтар был образован в результате подписания Утрахтского мира в 1713 году, и в этом году, соответственно, Гибралтару исполняется 300 лет. Все 300 лет эта скала в море, которая находится в знаменитом Гибралтарском проливе и является просто-таки идеальной военно-морской базой, служил яблоком раздора между Испанией и Великобританией. 300 лет испанцы пытались забрать себе обратно эту скалу, 300 лет они пытались выгнать оттуда британцев, постоянно пытались вторгнуться на эту скалу, но ничего не получалось. В конце концов, в 20 веке проводился референдум, но более 90% населения этой скалы, несмотря на то, что этническими они являются испанцами, вернуться в лоны родной Испании не захотели. Они захотели остаться подданными Ее Величества Королевы. Естественно, у испанцев это сильно ущемляет национальное чувство, национальную гордость и так далее и тому подобное. Британцы же считают, что так просто отдавать граждан подданных Ее Величества, которые вовсе не хотят уходить в Испанию, просто нельзя. Это тоже будет ущемлением национальной гордости. Вроде бы в прошлом месяце начались переговоры о будущем Гибралтара и о том, как можно сделать жизнь для гибралтарцев и испанцев, которые ездят туда на работу, более приемлемой, более спокойной и более удобной. И тут все закончилось опять-таки плохо. По просьбе гибралтарских моряков пришлось строить бетонный пирс, который не давал бы испанским морякам ловить морепродукты в территориальных водах Гибралтара. Несмотря на то, что возле берега Испании находятся восемь таких пирсов, которые запрещают иностранным морякам вылавливать испанские морепродукты, испанские моряки возмутились тем, что гибралтарцы отгораживаются от испанских, скажем так, коллег вот этим бетонным пирсам и не дают им рыбачить в британских водах, в водах Ее Величества. Начался скандал. Все переговоры, которые начались между Испанией и Великобританией, закончены. Теперь начался целый скандал. В результате что получается? Те испанцы, которые ездят на работу в Гибралтар, вынуждены теперь стоять на шоссе, который соединяет континент со скалой, в очереди не два-три часа, как раньше, а по шесть-восемь часов. А если учитывать, что восемь часов продолжается и полный рабочий день, то им остается всего лишь и времени для того, чтобы доехать домой, прикорнуть пару часов и снова возвращаться на работу. Из-за чего такие большие очереди? Из-за того, что испанские пограничники по велению из центра объявили что-то вроде итальянской забастовки, и они теперь постоянно шмонают всех, кто пытается проехать на Гибралтар и выезжают с него, останавливая машины на долгое время. А если еще учитывать то, что в Гибралтаре единственная полоса аэропорта перекрывает шоссе, которое идет с континента, и для каждого самолета, как на железнодорожном переезде, приходится останавливаться и пережидать по 20-40 минут, то теперь вот получаются такие вот длинные очереди. Что самое характерное, страдают-то в основном испанцы, а не британские подданные, которые живут в Гибралтаре и которые в Испанию выезжают только по каким-то непонятным причинам. Вообще, что еще интересно, подобное решение испанских властей наказать вот таким образом Гибралтар серьезно отразилось не на экономике самого Гибралтара, а на испанских производителях, потому что бетонные плиты и строительные работы были заказаны именно испанским фирмам, которые теперь не могут выполнить свои обязательства и, соответственно, не могут получить британские деньги за свою работу. Я думаю, что белорусским слушателям хорошо известны вот эти вот попытки правительства наказать иностранцев через собственных граждан. Мне кажется весьма-весьма ироничным, что в этом отношении белорусское и испанские правительства очень и очень похожи. Наконец, перейдем к более технологичным новостям. Недавно НАСА опубликовало снимок, буквально-таки на днях, на котором запечатлена Земля, снятая при помощи космического аппарата Кассини. Надо напомнить, что в 90-х годах, в 1997 году этот аппарат вылетел с Земли для того, чтобы исследовать кольца Сатурна, сам Сатурн, и спустить спускаемый аппарат Грюгенс на Титан. Вот такие вот исследования. Долгое время он летел, в 2004 году он смог приступить к исследованиям, а вот 19 июля нынешнего года из-за солнечного затмения в месте, где находился аппарат, Солнце не было видно из-за Сатурна, и была как раз видна Земля. 19 июля сотрудники НАСА решили снять Землю с такого вот невиданного доселе расстояния. Это второй снимок нашей планеты с дальних частей Солнечной системы. В связи с этим НАСА, Европейское космическое агентство и Итальянское космическое агентство, которые являются соавторами аппарата Кассини, обратились к жителям всей планеты помахать Сатурну рукой. Естественно, что с Кассини каждого гражданина, который машет Сатурну рукой, не видно, поэтому решено было сделать так. Гражданин выходит на улицу, обнаруживает примерно, где находится Сатурн, машет ему рукой, кто-то его фотографирует, и вот эта фотография высылается в НАСА. Теперь вот получилась такая вот огромная фотография нашей планеты с прилепленными к ней фотографиями всех тех, которые прислали, то, как они махали ручками, приветствуя Сатурн. Надо сказать, что прислали десятки тысяч фотографий из 40 стран и 30 штатов США. Ну что ж, благое начинание, и хочется верить, что НАСА и в дальнейшем продолжит вот такую свою чудесную традицию все более и более публицизировать, скажем так, приближать к народу свои высокотехнологичные и очень дорогостоящие начинания. Теперь перейдем к новостям с европейского континента. В Швейцарии в Тюрихе открывается, вернее, даже уже открылся с января нынешнего года, так называемый парк проституции. К сожалению, обзореватели журнала Der Spiegel добрались до него только сейчас, по всей видимости, в Германии хватает своих проституток. И поэтому германоязычный мир приступил к обсуждению вот этого самого явления только сейчас. Статья пользуется большой популярностью, очень сильно обсуждается и так далее и тому подобное. Надо сказать поподробнее, что же такое парк проституции в Тюрихе. Около 20 кабинок, в которых проститутка может принять своих клиентов, расположены в специальном парке, куда разрешен въезд только на автомобиле, то есть пешком туда пройти нельзя. В автомобиле должен находиться только один человек мужского пола. После въезда автомобиль может двигаться по кругу и выбирать любую из прогуливающихся в парке проституток. После того, как проститутка выбрана, клиент выходит из автомобиля, договаривается с ней о цене, припарковывает его в необходимом месте и движется с ней в кабинку. Для чего это было сделано? Проблема заключается в том, что проституция в Швейцарии разрешена только в публичных домах. Проститутки по улицам ходить не могут. Но так как не для всех хватает публичных домов, жрицы любви собирались в районе на берегу реки, где обычно любили выгуливать своих собачек и детей местные жители. Они их не прогоняли, камнями не закидывали, просто пожаловались в полицию и сказали, ну граждане, не совсем прилично, вы же понимаете, хоть и как бы разрешенный промысел, но дети-то что могут подумать и собачки. Кстати, вот надо сказать, что методы совершенно отличаются от тех, которые употребляются в нашей соседке в Восточной России. Там бы уже давно закидали бы грязью, камнями и другими нечистотами, а здесь вот как-то разобрались культурно, придумали парк. Надо сказать, что въезд в парк разрешен с 7 вечера до 5 утра. Днем там могут прогуливаться простые обыватели и вполне вероятно использовать кабинки для каких-нибудь своих собственных целей. Еще одна европейская новость, связанная с, скажем так, с нашим регионом, с Сотружеством Независимых Государств и в частности с Россией. Французские журналисты из газеты «Либерасьон» вдруг решили проанализировать ситуацию в России и что там произойдет, если вдруг неожиданно гражданин Путин, президент Российской Федерации, уйдет в отставку. Выяснилось, что по мнению журналистов «Либерасьон» в России случится катастрофа. Но вовсе не потому, что Путин единственный политик и заменить его некому и так далее и тому подобное. Ну это известная мантра, вы знаете, кто если не он. А совершенно потому, что система в настоящий момент выстроена так, что если убрать у нее головку, функционировать она не сможет. В частности, в качестве примера была взята ситуация, когда в 2007 году ходили слухи о том, что Путин со всеми своими деньгами, которые он успел получить во время президентства и премьерства, решил удалиться на покой. Была смоделирована ситуация, когда президент Медведев выступает и заявляет, что Путин в связи с состоянием здоровья или еще чем-либо не может выполнять обязанности руководителя правительства и так далее и так далее. Так вот, французы утверждают, что в подобном случае, если Путин вдруг неожиданно уйдет на покой, возникнет полный коллапс. Моментально разделятся на конкурирующие группировки все управляющие структуры. МВД начнет бороться с ФСБ. Местные власти начнут бороться с центром и так далее и так далее. В общем, система войдет в состояние коллапса. Из-за того, что отдельные ее части не будут сотрудничать друг с другом, страну ждет раздрай, распад и прочие очень-очень неприятные коллизии. Естественно, можно очень долго обсуждать, правда ли это или нет, но похоже на правду. В таком случае получается, что действительно избавляться от Путина не очень-то и хорошо. Но, с другой стороны, если от него не избавиться, то система продолжит стагнировать и лучше все равно не будет. Так что, как говорится, что лучше и что хуже решать, по всей видимости, все-таки самим россиянам. Равно как и самим белорусам решать, что же делать дальше с Белоруссией и с ее руководством. Статья о том, как бывший спикер литовского сейма Ландсбергис, а ныне депутат Европарламента от Литвы, говорил о взаимосвязях между Европейским Союзом и Белоруссией, уже выставлялась на портале Тутбай. Я думаю, что те, кому интересны политические события, ее уже читали. Я хотел рассказать об этой новости, переходя к новостям, которые касаются нашей страны, Республики Беларусь, только потому, что хотел бы отметить, что мне кажется, что это интервью Витаута Ландсбергиса на самом деле является какой-то попыткой перекинуть мяч на белорусское поле и показать, что Европа сделала уже все, что могла. Граждане, давайте решайте. Ну, на самом деле, в интервью Ландсбергиса есть слова о том, что Беларуси в настоящий момент необходимо пользоваться имеющимися и предоставляемыми преимуществами, и в случае, если мы не успеем использовать их сейчас, в дальнейшем мы будем очень сильно об этом жалеть. Такой вот очень тонкий намек на толстые обстоятельства. Я думаю, что на самом деле вот это вот интервью Deutsche Welle, которое дал Ландсбергис, оно предназначено не немецким слушателям и не слушателям из Европы, а очень даже белорусскому правительству и белорусским гражданам. Ну, это, как говорится, о тех сигналах, которые подаются. Ну, и еще один сигнал, который также связан с нашей стороной, который почему-то не был переопубликован в различных средствах массовой информации в нашей стране. Касается он тоже бывшего спикера парламента, но уже Беларуси, Станислава Станиславовича Шушкевича, который отправился в Эстонию на открытие памятной доски, посвященной экс-президенту России на непокойном Борису Николаевичу Ельцину. И вот там, раздавая интервью о белорусско-европейских отношениях и прочем, и прочем, и прочем, Станислав Станиславович вдруг загнул следующее, что в Эстонии русских давно нужно было поставить на место, сами они по себе слишком развратили эстонскую страну, Эстония стала слишком советским местом и вообще нужно было каким-то образом, может быть, даже ограничивать их в правах. Сама корреспондент Эстонка была очень удивлена, поинтересовавшись, действительно ли Станислав Станиславович считает, что необходимо было проживающих на этой территории каким-то образом часть из них ограничивать в правах, и поддерживает ли он то, что существовали граждане, существовали неграждане с ограниченными правами. На что Станислав Станиславович, если память не изменяет, ответил, что при Советском Союзе так ведь и было, и эстонцы пользовались меньшими правами, и тут, так сказать, спроецировал ситуацию в Беларуси на Эстонию, заявив, что в Эстонии якобы не было ни одной эстонской школы, на что его поправили, что были, после чего он ответил, что их было мало, и ему ответили, что их было больше, чем русских. Я думаю, господин Шушкевич немного, скажем так, ошибся, перепутав страну, чем поразил своих собеседников. Случается это не в первый раз. Спишем это на эмоциональность и на то, что невозможно знать все обо всех странах, а также все обо всех гражданах, и, по всей видимости, судить особо нашего бывшего спикера за ошибку сильно не стоит. Тем не менее, мне кажется, что все-таки эстонские читатели были сильно удивлены, а еще сильнее были удивлены русскоговорящие граждане, проживающие в Эстонии. Вот на этой новости я хотел бы на сегодня закончить. Напомню, что в студии был Александр Власкин. Была эта программа «Разговорчики в сети». Благодарю тех, кто смотрел эту передачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова